И здравствуй, YouTube! С вами Сигзахедж, и я вынужден вам сказать, что я улетаю на две недели в командировку, поэтому в ближайшее время новых серий летсплея не ждите. Но, по моему возвращению, я думаю, что я продолжу снимать летсплеи, продолжу играть на сервере, продолжу вас радовать. Надеюсь, что я вас радую. И, собственно, запишу, наверное-таки, третью часть обзора по MindFactory Reloaded, потому что вспомнил, что вам не рассказал еще о некоторых вещах, достаточно интересных, которые, в принципе, важные, которых забывать не надо. А сейчас я вот здесь тусуюсь в Нексусе, он же Диггер, и так вот, чтобы уж совсем вас не оставлять без какой-либо информации, покажу, что я сделал со своей каменоломней, со своим карьером. Я, правда, все себе никак не сделаю мощной доспехи, чтобы бегать быстро хотя бы. Я уж молчу про то, чтобы летать. Вот, но тем не менее. Сделал я все просто. Здесь стоит Structure Pipe с, собственно, красным проводом. И карьер на гейт передает информацию о том, что у него еще есть работа. Другой гейт, соответственно, принимает сигнал по красной трубе и включает Redstone сигнал, так, чтобы тессеракт передавал энергию в карьер. Соответственно, как только карьер закончит свою деятельность, энергия у меня утекать перестанет. Я это сделал специально, чтобы, собственно, не тратить остаток энергии, который у меня на главной базе, потому что, если вы помните, энергетические тессеракты 25% передаваемой энергии, собственно, превращают в воздух. То есть она уходит в никуда. Поэтому, как только у нас карьер закончить работу, соответственно, все это дело остановится, и энергия у меня не будет никуда убегать. Ну что, ладно, YouTube, увидимся с вами через две недели. Счастливо! Не скучайте!